В Подмосковье расследуют обстоятельства смерти пациентки одного из частных медицинских центров. Женщина умерла во время легкой операции после введения ледокаина. Обезболивающий препарат, по предварительной версии, вызвал острую аллергическую реакцию. Спасти 34-летнюю Ольгу Егорову не смогли ни врачи центра, ни бригада скорой помощи. Насколько профессионально сработали медики, теперь предстоит выяснить следствие. Подробнее Илья Бухтуев. Ольга Егорова наблюдалась в частной клинике с 2003 года и, судя по всему, здешним врачам доверяла. Во всяком случае, удалять атерому на голове небольшой жировик. Она пришла именно сюда. Ей объяснили, это простая и безопасная косметическая процедура. Даже общего наркоза не потребуют. На операционном столе 34-летней Ольге Егоровой сделали укол ледокаина в шею для местной анестезии. Пациентка стала терять сознание. Были проведены все реанимационные мероприятия. Интубация, дефибрилляция, полный набор. Все было проведено. Вы вызывали скорую помощь? Вы вызывали обычную скорую, вызывали реанимобиль. Все были. Все меры, которые должны быть проведены, все были проведены. Реаниматологи боролись за жизнь женщины, но состояние ухудшалось с каждой минутой. Затруднение дыхания, судороги. Такова была первая реакция организма на ледокаин. Около полудня медики констатировали смерть. Клинику на несколько часов закрыли следователи. Изъяли историю болезни Егоровой, а также образцы препаратов. Их уже отдали в лабораторию. Эта частная клиника в Раменском работает около 10 лет и занимает двухэтажное здание. Судя по рекламным буклетам, здесь оказывают широкий спектр услуг. УЗИ-диагностика, сосудистая хирургия, косметология, стоматология. Поток пациентов из-за происшествия меньше не стал. Возможно, потому что в городе еще никто не знает о гибели пациентки. За последние полгода это как минимум третья трагедия, произошедшая в стенах операционной в частной больнице. В декабре в медицинском центре на Симферопольском бульваре скончалась 28-летняя Анастасия Чачина. Перед липосакцией ей также ввели ледокаин. Чуть ранее вследствие анафилактического шока погибла мать двоих детей Милена Ковалевская. Сценарий как под копирку. Эксперты называют странным тот факт, что перед вводом обезболивающего во всех этих случаях заранее не проверялось и не уточнялось, есть ли у человека аллергия на препарат. Есть противоаллергические препараты, которые можно ввести до введения вот этого анестетика, в том числе и до того же ледокаина, чтобы по возможности предотвратить вот эти последствия, которые могут быть. Профессиональные хирурги знают, с ледокаином нужно обращаться крайне осторожно. Введение этого препарата в больших дозах может и вовсе спровоцировать остановку сердца. Перед любой анестезией нужна консультация врача-аллерголога. Но этим правилом в платных больницах, видимо, пренебрегает. По факту гибели Ольги Егоровой в Раменском возбуждено уголовное дело. По статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». А сегодня утром клиника Медина открыла свои двери новым пациентам. Как будто ничего не произошло. Илья Бухтуев, Рубен Миробов, Владимир Зинуров. Вести. Продолжение следует...